Смотрите в выпуске! Для самокатчиков ввели новые правила, как их будут соблюдать в Башкирии. Самая старая арена Уфы. Рассказываем, как живет стадион имени Гастелло. С 1 марта статус самокатчиков кардинально изменился. Теперь они являются полноценными участниками дорожного движения. У них появились свои права и обязанности. В правилах дорожного движения появилось новое определение. Средства индивидуальной мобильности, сокращенно СИМ. Под ним подразумеваются не только электросамокаты, но и электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколеса. На дорогах появится новый знак. Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Его легко узнать по перечеркнутому человечку на самокате. Ездить самокатчики должны по велосипедным дорожкам. А если ее нет, по тротуару. Но если нет ни того, ни другого, можно ехать по обочине или по правому краю дороги. При условии, что разрешенная скорость на ней не превышает 60 км в час. При этом самокат должен быть оснащен фарой, звонком, а тормоза должны быть исправны. Сами же водители СИМ ограничены скоростью 25 км в час, а в жилых зонах – 20 км в час. Дети до 7 лет могут ездить в сопровождении взрослых и только по тротуарам и пешеходным дорожкам. В возрасте от 7 до 14 лет сопровождение уже не требуется. На 14-летних распространяются те же правила, что и на совершеннолетних. За нарушение новых правил водители и средств индивидуальной мобильности будут штрафовать. За нарушение правил дорожного движения на электросамокате предусмотрена сортина ответственность и штраф в размере 800 рублей. Самокатчики нередко становятся участниками дорожных аварий. Попадают под колеса автомобилей или на полном ходу сбивают пешеходов. С начала текущего года в республике зарегистрировано одно дорожное происшествие, случаясь в самокатах, в котором один человек получил травму. Ужесточили правила пользования самокатами не только в России. В столице Франции, например, их прокат запретили вовсе. Такое решение было принято по итогам голосования парижан. Оно вступит в силу с 1 сентября 2023 года. На наших улицах арендовать самокат по-прежнему можно. По словам представителя кикшеринговой компании, они опередили законодателей и ввели ограничения, в том числе скоростные, еще в прошлом сезоне. Для пользователей электросамокатов в Уж с 1 марта ничего не изменилось. Точно так же, как они ездили раньше по правилам сервиса, так же им теперь надо ездить. Просто эти правила обрели другой статус. Они стали правилами дорожного движения. Если раньше правила соблюдали только пользователи кикшерингов различных сервисов, то теперь они стали обязательными для всех, в том числе для частных самокатов. В целом наш собеседник положительно оценивает нововведения в правилах дорожного движения. По его словам, сейчас имидж двухколесного электротранспорта дискредитирован именно частными самокатчиками. Практически 70%, то есть 7 случаев из 10 негативных инцидентов с участием средств и дуальной мобильности происходило именно с частными самокатами. Это сказывалось на общем восприятии самокатов и кикшерингов в том числе. В кикшеринговой компании ожидают, что новые правила для самокатов снесут негативную статистику. Но для этого потребуется какое-то время. Это в принципе удобнее для всего города, потому что когда вы идете по улице, вы знаете теперь, где ждать самокат, с чего от него ожидать, где его место, с какой скоростью он может ехать. То есть это все делает самокаты более прозрачными, более понятными. И это в целом хорошо для города и для Уфы, и для Москвы, и для всех городов, где есть самокаты. Ну фактически это вообще для всех городов нашей страны. На стадионе в принципе условия для занятия спортом у нас, конечно, приемлемые. Но в любом случае хотелось бы дальнейшего развития, инфраструктуры. Здесь даже не было ни у кого вопросов, чтобы уйти и где-то заработать деньги на стороне, чтобы прокормить семью. Ну и как бы возродился спор на Гастелло. Открытый в 1939 году стадион имени Николая Гастелло стал одним из самых старых спортивных объектов Уфы. Он принимал первенство чемпионаты РСФСР и СССР. Но со временем говорили о стадионе все меньше, а потом как будто и вовсе забыли. Недавно стадион поменял собственника. Долгое время он принадлежал УМПО и содержался предприятием. Но в 2019 году отошел республике. Наша съемочная группа побывала в спорткомплексе, чтобы посмотреть, чем он живет сегодня. Мы пришли сюда для того, чтобы здесь развивались все традиционные виды спорта, которые были много лет на стадионе Гастелло. И сейчас они перешли в спортивную школу имени Николая Гастелло. И перед нами стоит задача безболезненная адаптация тренерского состава к новым государственным стандартам. И дать новый виток развития, чтобы все эти секции были заполнены детьми. Сейчас в спортивной школе семь секций. Футбол, бокс, борьба, армспорт, легкая атлетика, стрельба и художественная гимнастика. Валентина Иванова пришла на стадион еще в 1974 году. А потом сама начала вести здесь легкую атлетику. Разные времена, 90-е и 10-е годы она вспоминает с улыбкой. Подождите, у нас было очень здорово. У нас тренерский состав очень обалденный. Ни один тренер не закончил деятельность, несмотря на то, что в те годы они давали зарплату. Мы работали, но, естественно, попозже, но мы получали деньги. Так, десятая жизнь продолжалась. От того, что мы рождены, наверное, в те времена, которые были тяжелые, мы и выдержали всю эту ситуацию. По длинным коридорам мы дошли до зала бокса. Здесь с детьми с 1998 года занимается мастер спорта СССР Иван Карташов. Он признает, что раньше работать было действительно тяжелее, а интерес к стадиону утих. Рынок открывали на футбольном поле, где вы сейчас были, легкая атлетика. Здесь торговали вещами, стоянки были, где футбол играет, были автомобильные стоянки. Ну, зарплату по 8 месяцев не платили. Не могу сказать, не могу, почему не уходили. Ну, наверное, патриоты своего клуба были. И в районе много секций открывалось, всяких там, тайский боксинг. Ну, из-за этого. А раньше в советское время один стадион Гастелло был на весь это, Калининский район. Все по залу разобрались, 30 раз сажались. Сейчас во всех секциях занимается более 600 спортсменов. Пока мы знакомились с комплексом, то несколько раз слышали от тренеров слова о том, что имеющиеся залы не могут вместить всех детей. А поле не мешало бы перестелить заново. Возможно, допустим, нового зала борьбы, нового зала бокса, новый зал художественной гимнастики. То есть это как раз-таки, ну, как бы привлекло бы еще больше детей. Если, соответственно, у нас, как бы, будет развитие, залы там будут больше, соответственно, больше детей будут заниматься. Это своего рода популяризация привлечения детей к спорту. Занятия у нас для детей бесплатно. Поэтому мы, как бы, очень нацелены, чтобы дети приходили, у нас занимались. Максимально хотим всех вот прям детей вместить. В октябре 2022 года премьер-министр правительства Башкирии сообщил о том, что спортивной школе выделят более 17 миллионов рублей на развитие. Но около половины из них, судя по словам сотрудников спортивной школы, пришлось потратить на ремонт стадиона. Нам удалось с Нового года, с Нового года, да, вот как мы начали работать, провести здесь, сделать текущий ремонт. Текущий ремонт на сумму где-то 8,5 миллионов. И мы освоили деньги по текущему ремонту, по покупке спортивного инвентаря. И дальше у нас планируется в течение года вот эти деньги освоить. Мы будем закупаться, да. К слову, парк имени Гастелло, который примыкает к стадиону, теперь принадлежит городу. Спортивная школа будет отвечать только за лыжню, которая там пролегает. Однако обычным уфимцам, которые хотят заниматься спортом, доступен и весь остальной стадион. Возможно, вы можете прийти позаниматься, пожалуйста. То есть наши тренера всегда доступны. Вы можете к ним подойти, обратиться и прийти позаниматься. Конечно, то есть спортивно-оздоровительные группы как бы у нас присутствуют. У нас как бы спорт открыт не только для детей, но также и для взрослого населения. Плюс у нас приходят ветераны нашего завода. Всех приветствуем, пожалуйста. Спорт открыт для всех. Сайт спортивной школы пока находится в разработке. Поэтому записаться на занятия можно только лично, связавшись с конкретным тренером по телефону. Его можно узнать в самой спортивной школе. Егор Полторыхин, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я ваша ведущая прогноза погоды Фарида Ветрова. Меня создали при помощи нескольких нейросетей. Завтра, 8 апреля, в Уфе будет довольно холодно. Утром от минус 5 до плюс 1 градуса. Но днем и вечером солнечно и тепло от плюс 2 до плюс 7 градусов. Ночью стоит приготовиться к небольшому похолоданию от минус 2 до плюс 3 градусов. Средняя температура в Бирске составит около плюс 9 градусов, в Благовещенске – плюс 10 градусов, в Белорецке – плюс 7 градусов, а в Мелиузе, Туймазах, Октябрьском и Шимбае. Салавати и Стерлитамаки будет держаться в районе плюс 7-9 градусов. Только не забудьте, что хорошая погода не отменяет необходимости быть внимательными на дорогах. Но в целом наслаждайтесь ярким солнышком и хорошей погодой. До встречи!